Сегодня у нас 3 мая и я решил заняться черенкованием растений. Перед домом у меня расположена клумба, которой я займусь в скором времени. А с правой стороны растет живая изгородь из беричины обыкновенной. В этом видео я покажу, как ее можно размножить с помощью черенкования. А это результат из прошлых видео. Черенкование беричины на подоконнике. Конечно, прижились не все черенки, но этого тоже достаточно. Нам нужно будет нарезать черенки. Значит, я нарезал черенки беричины. Сразу скажу, что черенковать надо чуть пораньше, когда почки еще не стали, не начали распускаться. Но я немножко время упустил, но ничего страшного, беричина очень хорошо приживается, даже если почки у нее и распустились. Но желательно пораньше черенковать. Теперь беру черенок, сделаем вот так вот эти две почки и отрываю. Вот здесь, где были почки, я косой надрез сделаю. Тут хоть косой, хоть прямой, без разницы. Приживается и так, и так. И получается, ну могу верхушку еще срезать. Получается, я оставляю вот эти верхние почки и вот нижние почки. Хватит нам достаточно. И теперь этот черенок можно будет высаживать в землю. Таким же образом я режу и другие черенки. Вот из одного черенка получается. Вот черенок я сделал. И сейчас еще второй сделаем. Его тоже можно будет высаживать. Беричина растения неприхотлива и приживается хорошо. Ее можно и летом черенковать, и поздней осенью, и весной. Мы берем наши заготовленные черенки и идем на место, где мы их будем высаживать. На заранее приготовленное место. Здесь у меня чернозем, перемешанный с песком. Значит мы берем наш черенок и просто втыкаем в землю. Приживутся черенки не все. От 50 до 80 процентов приживаемость. Но это вполне достаточно. Для посадки однорядной живой изгороди сажаются на один погонный метр пять кустиков беричины. И получится живая изгородь, как вот у меня, около дома, перед домом. Моя живая изгородь выросла из маленьких черенков до вот такого размера за три года. А здесь у меня беричина обыкновенная, которую я расчеренковал поздней осенью. Вот посмотрите, у нее здесь листочки уже. И я думаю, появились кирюкоришки. Давайте сейчас раскопаем и посмотрим, как она укоренилась. Сажал поздней осенью, перед зимой. Вот смотрите, получаются какие корни. То есть беричина примерно укореняется месяца за два, за три. Во всяком случае, я черенкую, когда беричину. Я ее уже, вот если весной расчеренковал, осенью я ее уже пересаживаю. Затем я беру лейку, добавляю туда три пакетика корневины, это стимулятор корней, роста корней. И уже поливаю наши черенки с корневином. Главное поливать почаще, просто водой, чтобы земля была влажной, она не просыхала, потому что черенкам требуется влага. Иначе, если нет влаги, они сразу же засохнут, потому что у них нет корней. Корневином за месяц можно полить три раза. Потом уже смысла нет, можно просто беричину поливать водой. То есть первый раз я поливаю с корневином, затем недели-полторы просто водой, потом опять обработка с корневином, полив, потом опять простой водой, потом опять корневин. То есть вот таким вот образом. Не надо каждый день с корневином поливать. Беричина неприходливая, растение укореняется отлично. Я заметил, кроме беричины, еще что хорошо укореняется, это спирея и валисная, хорошо чебушник, или по-другому жасмин, тоже очень хорошо укореняется. Более труднее укореняются хвойники. И по моему опыту, труднее всего укореняется ель голубая, потому что у нее процент гибели достаточно большой. И корни появляются у голубой ели как минимум только через год. Она черенком сидит вообще, наверное, года два. Через два года только можно копать, там какие-то корни появились. Все остальное достаточно просто укореняется. Продолжение следует...